здравствуйте дорогие друзья по просьбе подписчиков сегодня я буду вязать на трубке стример для хищника ну можно в принципе то если вязать то можно и плату ловить на более меньших не в этом вопрос вопрос в том чтобы я очень подробно рассказал как из подручных материалов что является политикой моего канала изготовить уловистую приманку с минимальным количеством затрат давайте приступим здесь у меня я специально чтобы время наше сэкономить я уже сделал заготовочку на которой мы будем вязать но для начала мы все выполним с вами так как оно должно быть что нам понадобится вот я показывал прошлом фильме всевозможные вот такие вот трубочки если у вас допустим нет чупа-чупсов можно использовать вот ампулку она правда немножко по диаметру меньше но точно так же она хорошо будет себя вести при рыбалке крепкая удобная и уловистая нам еще понадобится вот такая вот упаковочный материал который в продуктах это фольга пластик фольгированный с напылением что я делаю если этого нет ну скажу сразу брать и использовать вот такой люрекс но вы сами понимаете очень дорого и затратно будет мотать такое количество его на таком диаметре плюс к тому же тело будет не настолько ровное понадобится нам клей если у вас имеется елочный вот такой вот дождик который есть используйте смело его то есть приманка раньше придет негодность чем потрепается от зубов и придет негодность вот этот полиэтилен которым вы обмотаете я специально как вы видите вот немножечко такую как бы бракованную я взял трубочку у нас она получается там где держит наш чупа-чуп сладость нашу и вот такого плана можно использовать трубку без зазрения совести что она поломается или придет негодность наша приманка нам также понадобится еще капельница но я думаю с этим проблем не будет будьте внимательны потому что последнее время иногда бывают капельницы вроде бы по диаметру одинаковая но толщина стенки другая и поэтому внутренний диаметр вот моей трубки бывает чуть больше чуть меньше если возникают сложности допустим в надевание вот так как вот в этой очень проблематично одеть на вот такую толстую трубку вот такой кембрик я использую обыкновенный с ручки сделанный узловяз одеваю слегка увлажнив вот так вот трубку отрезая необходимое количество сколько мне нужно и и кипяток опустил буквально там на пару тройку секунд и вытащил и пусть она остывает то есть мы сделали закалку можно растворителем но дело в том что самый быстрый это вот горячую воду сунули и вытащили она остыла после того когда остынет вы можете спокойно снять здесь вот у нас останется вот так вот та форма расширения которую мы допустим с вами сделали на этом ручку можно ну вот любые ручки или допустим карандаш все что у вас имеется все можно использовать для того чтобы немножечко придать необходимый диаметр для того чтобы оделся на нашу трубку вот теперь вроде бы все теперь смотрите самое основное по правилам жанра вязание приманки на трубке необходимо чтобы допустим трубка была дюймовик ну как дюймовик их называть два с половиной сантиметра вот видите два с половиной сантиметра понятное дело что все соизмеримо с чем-то можно и 2 и 8 и 2 и 4 ну 3 на таком диаметре еще допустим 3 сантиметра допустимо ну очень длинная будет приманка и неудобно но в данном случае я буду использовать вот мех песца у меня длина как вы видите ворс и получается если я буду крепить то необходимо чтобы слегка доходили кончики до жала моего крючка или даже его закрывали было бы хорошо поэтому трубку можно делать чуть меньше чуть больше как вам будет удобно я использую вот такой допустим подбирая под свой мех вроде бы здесь все что понадобится для того чтобы вот так в таком положении без всевозможных приспособлений как на которых я вязал имеются мы делаем самый колхозный вот такой дешевый вариант я взял гвоздь расклепал с одной стороны чтобы у меня с этой расширением упирался и трубка не прокручивалась но если она прокрут прокручивается как видите я подклинил это все еще иглой для шитья все теперь давайте приступим к изготовлению новой нашей трубки из вот такой трубочки я отрезал два с половиной сантиметра и отрезал но считайте столько же можно меньше это уже не столь проблематично все зависит от того какой вы будете здесь одевать крючок трубку всегда можно потом будет сделать меньше по диаметру ну вот я разберу для начала и и изначально вот я ее так же можно два сантиметра два с половиной сантиметра эту трубочку отрезать увлажнил и одел сколько одевать ну вы сами понимаете что еще здесь очень очень важно значит трубку я не режу ножом а у меня есть вот такие хорошие бокорезы я край стараясь подровнять чтобы был ровный потому что нам потом будет немного сложнее делать саму трубку ну давайте оденем вот у нас теперь буквально на 5 я делаю 5 миллиметров может чуть больше чуть меньше этого уже определите сами но трубку я режу обыкновенным ножом ну вот тут брежневских времен нож у меня я режу кусать нельзя потому что кромка отреза у нас должна быть ровная для чего переходим ко второму этапу это можно делать потом но я это делаю изначально так как мне легче потом вязать беру зажигалку самое важное не кончиком пламени а вот взять первую треть или первую четверть пламени потому что если кончиком у нас будет закопченная вот это вот наше утолщение которое мы делаем бортик и будет некрасиво вот я не прикасаясь начинаю прокручивать вот так вот трубочку и у нас появляется наш бортик хорошо плавится если начал гореть потушили его у нас получается вот такое утолщение понятное дело нужно немножечко подождать пока наша пластмасса затвердеет потому что вся наша работа пойдет потом на смарку ну сколько здесь 10 15 20 30 секунд не имеет значения давайте я пока ее отложу пусть она остывает а вам теперь покажу немножечко другой материал клей понятно полоску я вот отрезал она у меня получилась вот приблизительно такая это не столь принципиально но самое главное это то чтобы мы использовали плоский люрекс вот у меня имеется я уже неоднократно показывал всевозможный вот такой люрекс который я собрал в одну кучу если для щуки то чем больше тем лучше ну в пределах разумного так как я буду делать больше для жериха у меня имеется вот такой перламутровый хороший люрекс который отливает будем говорить так оттенком чешуи рыбы и материал у меня будет шартрес то есть светло-зеленый поэтому мне желательно подобрать в тон вот такой люрекс если у вас такого нет я уже показывал неоднократно и рассказывал что в отделе рукоделия продается в достаточном количестве всевозможный вот такой и гофрированный и плоский люрекс оттенки бывают они он белый и золотистый там или зеленого цвета или синего ну какой вы себе подберете стоит 3 копейки если этого у вас нет то вспомните пожалуйста я для книги делал приспособление для порезки кожи этим приспособлением если выставить лезвие ровно столько сколько нам нужно по ширине то мы спокойненько можем развернув вот нашу пленку одним там или двумя проходами отрезать себе люрекса ровно столько сколько нам надо вот плоского для того чтобы мы добавили в крыло это вот самый дешевый колхозный будет вариант который мы используем но нам конечно еще понадобится нить вот нить желательно флуоресцентную если ее нет то можете брать красную нитку или потом если ее нет скрыть красным лаком понятное дело что это худший вариант для ногтей но он тоже проходит я отобрал у жены вот такой флуоресцентный лак для ногтей у меня есть специально для рыбалки вот такого же оттенка но я принципиально в этом фильме показываю как сделать я разбавил его растворителем он у меня стал очень жидкий и поэтому я комбинирую лак тот который у меня есть для вязания мушек и применяю вот этот лак если нет у вас лака используйте для ногтей неудобно да будет меньше служить но я неоднократно писал и говорил и рассказывал многие очень очень сильно жалуются что приобрели лак цапон мало того что он вонючий так еще к тому же он не удовлетворяет тем требованиям которые необходимы для вязания мушек я покупаю вот такой лак цапон ну понятное дело для своих радиосамоделок но бесцветный и вот как здесь вот зеленый я иногда использую для покрытия уже окончательного головки моих приманок да друзья вонючий скотина но качество его хорошее достаточно удобно и дешево использовать если вы допустим не можете что-либо там найти для себя в крайнем случае я думаю у жены можно всегда попросить она вам выделить лак все с лаком с материалами мы закончили трубка наша остыла и давайте мы теперь берем подберите себе или гвоздь расклепайте или вот допустим вот как я у меня есть для шитья игла и я по выбираю по толщине теперь смотрите видите у меня имеется вот такой природный изгиб моего кембрика я его сохраняю для того чтобы он у меня шел вверх это очень хорошо будет крючок мой задирать чуть выше и очень будет удобно закрепили установили в тиски слегка под наклоном как вы видите я поставил для того чтобы мне удобно было нитка у меня не спадала для экономии нитки которая у меня флуоресентная я буду использовать другую нитку она тоже флуоресентная достаточно хорошо светится то есть как для подложки она у меня годится как никакая нитка закрепили сделали как видите все у нас заготовочка готова вязание подложки вернее изготовление подложки оно практически одинаково для всех тех приманок которые вы у меня видели стараемся без нагромождения и как бы продавливаем если у вас получается вы будете ставить допустим вязать на ампулке и слегка как бы не держит трубка ампулку возьмите капельку клея капните и посадите ее на клей последующая вот такая операция изготовления подложки и точки атаки которую я делаю оранжевой очень хорошо закрепит мою трубку я неоднократно это в своих фильмах делал и работает очень даже хорошо для экономии нитки опять же не из-за жлобства а из-за того что честно скажу вот за семь лет я так и не смог в интернет магазинах найти вот такую оранжевую флуоресцентную нитку она фирмы хэнс поэтому я вот беру закрепляю нитку для того чтобы меньше ее использовать эту же нитку беру закрепляю вот с таким перекидыванием ту нитку которой я вязал и теперь я спокойно у меня нет ни узелков ни ворсы ничего тело ровное удаляю ту которую делал подложку далеко ее не убираем потому что дальше будем работать и вот здесь желательно так чтобы как можно аккуратней потому что честно скажу эта нитка под лаком если ее вскрыть чисто бесцветным лаком ну появляется как бы своеобразные канатики она не хочет у меня больше распускаться ровницей такая как суконка ну тоже годится если ничего просто вот нет у вас ничего нет ни ниток ни лака возьмите просто сделайте вот эту саму точку атаки каким-либо ярким дабингом красным оранжевым или же просто промотайте красной ниткой ну красную нитку можно я думаю найти не вскрывая понятное дело лаком или же можно это все сделать я тоже это делал с помощью люрекса даббинга вот вот таких вот наборов тоже хорошо все работает ну вот приблизительно я сделал уже такую подмотал и теперь делаем завершающий узел эту мы уже часть с вами закончили что нам нужно для того чтобы лак держался очень хорошо и наше покрытие никуда не ушло от зубов но оно будет конечно уходить но прослужит несколько дольше чем это возможно я беру вот такой бесцветный лак фирмы хэнс и начинаю без фанатизма вскрывать это лаком чтобы как бы под слоечка моя хорошо пропиталась если попадет на трубку или же на кембрик это не страшно без фанатизма потому что вскрывать нужно 2-3 раза а то и больше все зависит от густоты вашего лака оставили оно должно подсохнуть ну естественно мы сделаем небольшой перерывчик продолжаем я 2-3 раза вскрыл лаком бесцветным и теперь беру наш лак для ногтей который я подготовил без фанатизма ну я делаю вот так поперек волокон и они тогда лак ложится ровно стараемся если лак понятное дело что густой друзья мои вы тогда себе его подготовьте так как он должен быть густой лак не годится так как эту операцию нужно будет делать не один раз а хотя бы пару раз то много не накладывайте потому что будут потом пузырьки воздуха вылазить и в момент нанесения лака вы будете стягивать тот лак который уже начинает подсыхать а если будете делать жирнее будет у вас получаться не совсем красиво вот оставляем но учитывая то что я уже заготовку сделал и мы не будем с вами терять время на дальнейшую работу так как вот у нас две одинаковые заготовочки мы продолжим работу уже на другой трубочки так проверяю я где у меня здесь вверх где низ так выставляю сколько мне нужно зажимаем годится теперь берем нитку которую будем дальше вязать так как мы у нас подложка тоже должна быть светлая я беру вот закрепил нитку белую которая вязал удаляем теперь ну так как вот и у меня и у вас будет получаться не совсем до конца вот такая ровная и красивая полоска как вы видите вот она идет уступами то я стараюсь подобрать так чтобы изгибы мои шли колечку к бортику берем небольшое количество закладываем и крепим закрепили довели нитку аж до самого нашего утолщения где крепится и нить перевожу я к началу моей трубочки берем теперь потерялась моя иголка я беру иглой немножко клей и наношу на поверхность без фанатизма потому что клей потом когда будут проступать через наш люрекс это не совсем хорошо я обычно вниз вверх ну и слегка так бока промазываю и дальше делаем вот такую операцию удерживаем чтобы не сорвало нашу приманку переламываю и стараюсь вот такими вот движениями натянуть мой импровизированный люрекс и внахлёст начинаю в натяжечку выполнять обмотку если будут получаться бугорочки не страшно потому что на поклёвки оно не влияет вот доходим до нашего дефинзивного места люрекс наш крепкий будет все хорошо держать дошли что дальше делаем вот такими перекидываниями нитки я как бы подхватываю люрекс и он у меня получается вот выглядит вот так вроде бы не симпатично но учитывая то что здесь будет опушка это вполне нормально у меня очень жесткая упаковка если у вас будет мягче или допустим ёлочный дождик это будет лучше и проматываем буквально два три миллиметра вот так весь наш люрекс подготавливаем площадочку креплению нашего крыла подровняли приманочку теперь самое основное вот вы сами для себя определяете насколько вот у вас будет жирное крыло мне задавали вопрос делаю я огрузку или нет так вот у нас получается что вот за счет вот моего крыла в толще воды ну это законы гидродинамики будет идти моя приманка не крутится и будет идти обязательно в одном положении подравнивая убираем мусор и желательно вот часть даббинга чтобы не было утолщения вот так вот выщипать он у нас пригодится для последующих наших работ не выбрасывайте примере наше крыло насколько можно слегка увлажнив пальцы слюной вот так его прокрутить и посмотреть как оно у нас будет здесь держаться ну вот приблизительно так меня вполне устраивает теперь я беру подвожу вот так и делаю ровно без бортика с небольшим буквально наклоном вот срез небольшой наклон берем опять клей так как у нас мех песца скользкий и здесь все тоже скользкое наношу вот капельку на место крепления и так же наношу без фанатизма капельку в торец вот так моих моего меха укладываю как мы будем держать так и закрепиться наше крыло не доходим буквально миллиметр делаем вот такой как вы видите притяжную петлю и я тяну когда нить и катушка находится уже ко мне то есть я не утаскиваю мех он у меня крепится ровненько вот буквально такое количество два три четыре витка будет достаточно лишнее что у нас плохо закрепилось убираем проверим подровняем вышло такое крылышко так и теперь самое такое основное люлекс вы сами друзья мои определитесь вот с тем количеством сколько вам его нужно ну я добавляю обычно пару прядей с одной стороны пару прядей с другой стороны и пару прядей сверху учитывая то что как вы видите у меня вот остаток люрекса я его пока делаю вот так беру другой люрекс убираем нитки которые армируют его вот такие нитки и формируем добавляем люрекс с одной стороны на длину нашего крыла можно немножечко чуть длиннее это честно скажу не принципиально вот и перевожу 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 на другую сторону отрезаю сколько мне необходимо по длине остальное убираем теперь то что вы задавали мне вопросы довольно таки они актуальны я с вами согласен что не всегда допустим есть возможность найти подходящее перо для того чтобы сделать опушку я специально взял вот у меня уже настолько выдранный скальп крашеного петуха желтого учитывая то что у меня здесь шартрес и желательно мне чтобы здесь был такой такой хороший хороший контраст можно использовать как красное перо оранжевое но я использую желтая или в крайнем случае я использую шартреса что я делаю я беру ищу у себя в моем скальпе который у меня уже он не совсем хороший нет подходящих перьев для того чтобы я смог связать хорошо опушку ну вот допустим я вам покажу вот я нашел перышко одно и беру перышко уже второе два перышка они не совсем хорошие ну вот как вы видите мало здесь достаточного количества пера это вообще вроде бы как дефинзивные они с этой оперы если сама само перо или стекловидность бородок очень тонкие можно взять три перышко что я делаю подровнял кончики беру их складываю два пера вместе увлажняю увожу бородки и вот эту часть я отрываю мне пригодится для вязания ос комариков моих с одной стороны крепим наше перо как будет удобно ну сверху снизу или слева или справа это уже выбирайте здесь нет никакой никакого правила как вам удобно закрепили обязательно должно быть хорошо закреплено перо я не добавляю иногда и можно добавить клей если перо не совсем подходящее или там желательно его закрепить как положено все наша конструкция готова небольшую подложку мы сделали увлажним наше перо вернее наше крыло можно если у вас возникают какие-то там сложности в в том что оно лохматится вот у меня еще брежневских времен прищепка я взял вот так закрепил моё перо никуда уже вернее крыло никуда не полезет немножко сложно и будет проблематично для начинающих поэтому я показываю как это сделать правильно удерживаем уводим бородки увлажнив удерживаем все бородки на двух перьях и делаем вот оборот как вы видите опять вылазят бородки и опять увлажнив пальцы делаем второй оборот и смотрим достаточно опушки или нет ну вот для меня получается так что я вот уже дохожу до пуховых перьев и мне необходимо уже закончить опушку вроде бы два оборота мало но учитывая то что мы взяли два пера то нам этого будет достаточно оставляем вот в таком положении перо и в одной точке два-три раза проходим для того чтобы закрепить наше перо что что делаем дальше переламываем вот так его и теперь в одном месте определяем то количество которое мы оставим на нашу головку промотали делаем подложечку ровную так чтобы она у нас была для нанесения оранжевой нитки все что дальше я можно ножом но у меня есть хорошие заточенные ножницы я аккуратненько вот так удаляю одно перо и потом удаляю второе перо старайтесь не дергать иначе мы с вами нарушим потом целостность нашей опушечки все все готово если по каким-либо причинам будет у вас торчать перо его можно вот так увлажнив опять положить или же взять потом и зажигалочкой подсмолить делаем завершающий узел старайтесь как можно аккуратнее потому что честно скажу для больших трубок толстых жирных получается не совсем удобно красиво вернее не совсем красивая головка на нашей приманке вот я беру то что у меня торчит вот все я это убрал отлично теперь берем оранжевую нить и уже начинаем формировать так же как и где крепили кембрик начинаем формировать головку повторю можно я иногда делал но это уже так для эстетов можно люрексом здесь промотать красным и посадить его на клей я обычно использую вот как вы видите такой вроде бы как дешевенький вариант использую нитку немножечко наезжаем на наше перо для того чтобы подровнять прижать его как бы к телу нашей приманки топоршиться он будет за это не переживайте и что самое интересное вот это петушиное перо седла достаточно хорошо как вы видели в фильме даже от дыхания оно работало все вот вы видите вот такая приблизительно головка у нас формирована этого будет вполне нам достаточно делаем завершающий узел сложности здесь никаких нет учитывая то что диаметр большой чтобы нитка хорошо закрепилась и не топоршилась я 5-7 а то и 10 раз делаю оборотов если бы маленький диаметр то хватило бы 2-3 эти бы витки хорошо прожали ножничками в натяжку я срезаю и теперь та же самая процедура которая у нас была на кембрике наносим лак следим за тем чтобы наш лак он конечно попадет но немножко следим за тем чтобы не не попало на перо в идеале вот многие скажут там это вот так и подкладки все вот я увлажнил перо вот это влага которая находится на пере она не будет давать лаку глубоко проникать в перо здесь можно вот прокручивая вот так наносить он впитывается 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 до тех пор пока вы не увидите вот такую уже готовую пленочку с нашего лака после этого можно дать всему высохнуть мы подождем я дождался пока подсохнет лак ну и понятное дело потом скрыл вот этим флуоресцентным лаком как я вот не старался учитывая мой уже многолетний опыт но все равно вот местами лак все таки попал на перо скажу честно что это чистая эстетика для рыбы абсолютно даже если вы заляпаете очень сильно как иногда у меня бывает тоже это не от нас зависит а зависит от того как перо будет подхватывать лак все что нам дальше нужно дождаться может даже два раза еще вскрыть ну для меня уже вполне достаточно потому что я дождался пока подсохнет для ногтей и сверху вскрыл вот этим глянцевым чтобы дал глянец мой вот такой бессветный лак ну получается теперь нам необходимо дождаться пока все это подсохнет и можно будет спокойненько распушить как мое перо так и крыло но я скажу честно для того чтобы нормально работала вот такая любая меховая приманка я обычно всегда хоть зонкер даже любая меховая или перьевая прежде чем вы ее забросите возьмите ее намочите а потом только забрасывайте при всех вот таких условиях наша приманка будет хорошо играть в воде ну вот в принципе то и все если будут вопросы я все отвечу по почте старайтесь писать на почту потому что иногда вот такие есть вопросы которые я бы смог сбросить фотографию но сами понимаете или какую-либо другую ссылку а на ютубе это практически невозможно во всех социальных сетях где вы можете найти я также владимир сапига так что пожалуйста пишите я отвечаю всегда благодарю за внимание до скорых встреч очень хорошо так что не знаю что